Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И также Альбус способен передавать золотой цвет, поскольку белое солнце, ну как же оно может быть белым? Поэтому оно, безусловно, золотое. И слово Альбус обозначает серый, белый, золотой и всё остальное, что находится рядом. Значит, таким же образом очень опасно вчитать наше представление о сезонах в то, что мы обнаруживаем в античной литературе. И, может быть, нигде с такой яркостью, как в определении сезонов, не прослеживается то, что последние несколько десятилетий определяется как разница между оралити и литераси. То есть для человека, который живёт природой, который живёт в рамках природного цикла, совсем другое восприятие. Вы открываете катона и обнаруживаете, что подрезать лозы надо за 15 дней до равноденствия весеннего. До чего? До весеннего равноденствия. И этому посвящена отдельная главка. И хотелось бы мне знать, кто из присутствующих здесь вспоминает о том, что за 15 дней до весеннего равноденствия надо что-то сделать. Нет, мы смотрим в календарь, это наша письменная культура, и определяем, что, боже мой, наступила осень. Как сегодня мой сосед по купе выглянул в окно, очевидно, впервые с момента лета, и сказал, так осень же наступила, посмотрите, деревья уже осенние. И вот эта разница в восприятии связана в том числе и с жизненными условиями. Для нас посев жатва являются скорее такими абстрактными понятиями, которые более или менее привязаны к временам года. Но для древнего грека, для римлянина и для современников Данилайтиса это не была никакая абстракция. Это был конкретный вопрос, будем ли мы сыты весь следующий год, или мы что-то сделали не вовремя и останемся без урожая. Необходимо также иметь в виду, что повсеместно использовался лунный календарь. И именно лунный календарь восстанавливается в качестве основного. Восстанавливается в качестве основного и восстанавливается корень «мен», который в русском «месяц», латинское «менсис» и так далее. За последние 12 лет в этом направлении сделаны некоторые любопытные наблюдения. В частности, во время Конгресса 2000 года, материалы эти, к сожалению, до сих пор не опубликованы, Джон Киллен интерпретировал заново и поразительно убедительным образом форму, которая встречается в некенских текстах в виде номинативус сингулярис. Форма эта «менна». И все гадали, что бы это могло быть до тех пор, пока Киллен не сопоставил это с написаниями типа «ванака», за которым скрывается «анакс», «анактос» античный. И встречается также название некенское для рукомойника «хернипс», который «кениква» изображён. Таким образом, мы имеем возможность видеть здесь мекенскую графическую особенность, а именно передачу конечного «с» с помощью «а». И таким образом мы получаем, собственно, прогреческую форму, ту, которая отражена в иолийском «мейс» и в других. Значит, речь идёт о лунном месяце, по которому считали повсеместно, и счёт этот решительно не годился для сельскохозяйственных работ, где надо было делать всё вовремя, а вовсе не по фазам луны. Слово «для года» хорошо представлено в греческих текстах уже мекенского времени. «Вэтэй, вэтэй» из года в год. Тот же корень, что латинское «ветус» и русское «ветхий». «Эниаутус» засвидетельствован также в это время. И вот забавное соотношение между лунными календарями, в которые включены также и религиозные праздники, потому что основное название месяцев в Древней Греции связано именно с именами божеств. Это не только особенность Греции. В Риме мы тоже имеем в начале года март, связанный с именем Марса. И первые несколько месяцев так или иначе связаны с именами божеств. А дальше начинается уже счет по... И до сих пор мы декабрь называем десятым месяцем именно по этой причине. Вот, значит, последний месяц в году оказывался часто ущербным. И здесь я напомню о той этимологии, которую Эмиль Бенвенис в свое время предложил для февраля, как последнего месяца года римского, в течение которого требовалось очищение перед началом Нового года. Несколько сезонов выделяются как проиндоевропейские. Значит, это для греческого зима, которая хеймон. Вот они здесь. Эр – весна. И, естественно, что сюда же приходится добавлять терос, в которое выделяется, хотя мы понимаем, что по внутренней форме это просто жара. Сложнее обстоит дело с осенью, которую делят на две части. То есть, позднее лето и ранняя осень – вот это опора или арктурос, и поздняя осень, которая втинопорос или метопорон. Значит, ну, втинопорос – это какая-то такая вянущая, гибнущая осень. Значит, не исключено, что мы имеем в фиванских, микенских табличках производное от этого опоро именно как осень, которая приносит плоды. И на самом деле дзеус опориос, зевс, который связан с осенним благоденствием, он как бы засвидетельствован и в позднейшей греческой культуре. Значит, второе обозначение, я имею в виду, арктурос, связано, безусловно, с созвездием. И у того же Гесиода, там, где приводится русский стихотворный перевод, это перевод Вересаева, я не пометил это. И, значит, вот Сириус с Орионом, и Заря начинает видеть уже Арктура. Значит, в это время производится сбор винограда. И следует специально отметить, что Арктур появляется из водоокеана весной. И одновременно с этим появляется ласточка. И второй признак наступления положенного сезона – то, что улитки с земли забираются на растения. На растения, на стебельки. До этого они ползают по земле. Значит, пользуясь случаем, еще раз вернусь к началу. Ну, кому из нас по улитке приходило бы в голову определять сезоны? Между тем, для греков это как бы было совершенно нормально. Значит, первое упоминание Арктура у Гесиода связано с его появлением через 60 дней после Солнцеворота. И таким образом упомянутый дважды Арктур знаменует собой начало весны, а его появление на утренней заре определяет наступление осени. Одновременно с этим Гесиод отсчитывает 50 дней от летнего Солнцеворота, связывая именно с этой датой конец многотрудному знойному лету. Надо сказать, что это многотрудное знойное лето описывается Гесиодом исключительно многопланово. В том числе, и сегодня это не произносилось, а это должно быть произнесено, и в конце я еще вернусь к этому в связи с поэмой, которая, судя по всему, с полным основанием приписывается к Алидасе, деление на сезоны имело еще и вполне определенный сексуальный момент. В частности, Гесиод специально подчеркивает, что вот это жаркое лето – это тот сезон, когда мужчины наиболее слабы, а женщины наиболее похотливы. Значит, важная роль в календаре принадлежит плеядам. С их восходом начинается жатва, а с их заходом начинается посев, и Гесиод об этом упоминает дважды. Значит, вот Атлантиды, плеяды, которые обозначены в греческом тексте, как Атланто Генеэс. И, соответственно, Гесиод не только знает плеяды, как они выглядят на небе, но он еще учитывает все мифологическое содержание. Другое дело, что нам бы очень хотелось сразу связать с Атлантом, Атлантскими горами и всем прочим, но имелся также, как специально указал в своем комментарии Веломовец, пелопонезский герой с таким же именем. И, скажем, Веломовец был категорически против того, чтобы связывать это с Атлантскими горами. Значит, и второе связано с временем осенним, поздней осенью, когда, опять же, упоминается известный миф о плеядах, которых преследует Орион. Пользуясь случаем, я на всякий случай напомню о недавней серии исследований Юрия Евгеньевича Березкина, который этот миф склонен датировать чуть не 15-м тысячелетиям до новой эры, показывая общность его с африканскими мифами и с мифами Азии. То, что у греков этот миф сохранился, стрелец, который преследует дев, это, очевидно, тоже не совсем случайно. Также упоминается и Сириус, который знаменует начало поздней осени. Наверное, мне надо было два слова еще сказать по поводу предыдущего вот этого контекста, связанного с бурным морем и с концом осени, и с переходом в зиму. В греческом хеймон в силу условий, когда начало зимы совпадает с концом мореплавания. Невозможно в зимние месяцы из-за ветров, которые дуют, пускаться в море. И, соответственно, в рамках греческого языка происходит изменение, при котором зима, слово для зимы, начинает обозначать также длительную бурю. Потому что вся зима в Греции – это фактически буря на море. Любопытно, что когда римские поэты вдохновляются греческими образцами, это же значение они приписывают латинскому «гьемс», хотя бы в известных строках «гараце», где мы переводим это как «зима», а на самом деле скорее речь идет о бурном времени года и о бурном море. Таким образом, у нас были плеяды вместе с Орионом, Арктур. И вот также дважды упоминается в стихах 414 и 609 «Сириус», определяющий начало поздней осени. Надо сказать, что помимо того, что можно наблюдать на небе, есть еще сигналы, которые можно назвать звуковыми сигналами. Первый звуковой сигнал – это крик журавлей. Журавлиный крик определяет время сева озимых и предупреждает, что дальше наступит время дождей. Вот эти строки. «Строго следи, чтоб вовремя крик журавлиной услышать», переводит Вересаев. «Из облаков с поднебесных высот ежегодно звучащий. Знак он для сева дает, провозвестникам служит дождливой зимней поры». Значит, вот эта связь журавлиного крика, я напомню о том, что корень или слово, обозначающее журавля, хорошо засвидетельствовано во всех индоевропейских языках. Здесь и литовская «ярве», и русская «журавль», и греческая «геронос», и так далее. При этом для праиндоевропейского мы должны восстанавливать звонкий заднеязычный «гэ», что совершенно не соотносится с явно звукоподражательной основой этого слова. И даже по-русски «журавли курлычат». Никому не приходит в голову говорить «гурлычат». То есть вот это вот и во всех языках мира крик журавля идет с глухим. Я специально об этом упоминаю, потому что наш, пожалуй, самый замечательный китаист Сергей Евгеньевич Яхонтов специально именно обозначение журавля демонстрировал в качестве прямого подтверждения той реконструкции, которую предложили Вячеслав Селыч Иванов и Томас Валерьянович Гомкрылидзе, где получается, что журавлиный крик отражен с глухим, и только последующие изменения приводят к озвончению. Таким образом, в поэме Гесиода мы, в общем, отчетливо обнаруживаем земледельческий календарь, в который включены, впрочем, указания на морские бури, которые в этом регионе выпадают на зимние месяцы. И есть специальный раздел, который посвящен мореплаванию. Когда лучше не пускаться в море, подробно рассказывает Гесиод. Можно думать, что именно в греческом языке, в силу особых условий, вот появились значения бури у зимы, и потом это было заимствовано в латинский язык. Следует специально подчеркнуть, что не только осень в греческой традиции делится на две части, но также делится и зима на две части. Есть вот такая зима, которая буря, и которую можно связать каким-то образом с поздней осенью, А есть также и такой нехороший месяц Линейон, который Гесиод отчасти приводит в качестве примера. Если хозяин не родив и летом не позаботился о том, чтобы обеспечить себя на это голодное время едой, то тогда, если вот красочно это описывает, он будет своими кости с костлявыми руками щупать опухшие от голода ноги. Таким образом, из представленных примет, на наибольшую древность может претендовать использование Плеяд, в том числе потому, что миф о Плеядах и Орионе, мне кажется, убедительной интерпретацией Берёзкина, может датироваться очень ранним временем. И этот миф также присутствует и ещё раз в 568-м стихе, где говорится о том, что Плеяды убегают от Ориона, и это передаёт начало весны уже. При этом здесь мы имеем в этих же строках и второй звуковой сигнал. Речь идёт о щебете ласточки. И этот мотив, который на известной вазе мюнхенской, если мне не изменяет память, где два мальчика, смотри, ласточка прилетела, до нас дошла хелидонисма. И об этом хорошо известно, хуже известно, об этом просто забылось, что в начале 900-х годов было две статьи, посвящённых хелидонисме. Одна хелидонисма и её перевод начала 18-го века на немецкий язык. Перевод, который оказался столь популярным, что его потом записывали как немецкий фольклор. И второй мотив угрозы в хелидонисме, который там действительно присутствует. Значит, вот этот прилёт ласточки и отлёт журавлей, и то, и другое связано с криками этих птиц, у гесиода имеет абсолютно чёткую привязку к сезону, к началу нового цикла работ. Забавным образом ничего подобного нет у Данилайтиса. То есть журавли упоминаются отдельно, ласточки упоминаются чуть не вместе с ними, ни те, ни другие птицы не имеют никакого отношения к определению цикла работ, которые вот услышал ласточку, немедленно хватайся за плуг. Есть какие-то вещи в поэме гесиода, которые мы понять решительно не можем. Например, почему нужно пахать непременно на гешон. Между тем, это специально, чуть не дважды, у гесиода подчёркнуто. Можно было бы счесть это какой-то такой греческой глупостью. Если бы Вергилий в шестой эклоге, переводя, не написал бы то же самое «нудус ара», «нудус сэре». Значит, не исключено, что здесь речь идёт о каких-то традициях, которые мы не очень понимаем, но я не уверен, что это нужно напрямую связывать с какими-то идеями типа священного брака. Значит, таким образом то, что мы можем наблюдать, это удвоение некоторых сезонов, то есть выделение части зимы в качестве особенно трудной, деление осени на два сезона. Лето на самом деле тоже делится на два сезона, и терос, вот как самая жара, выделяется отдельно. таким образом имеется возможность пересмотреть сезоны и сквозь призму сельскохозяйственного календаря, и также сквозь призму мифологии, потому что ясно, что вот эти знаки, которые расположены для того, чтобы определять сезоны, тесно связаны именно с мифологической стороной. У нас в настоящее время наиболее полная картина реконструкции сезонов для праиндоевропейского представлена в книге Вячеслава Силовича Иванова и Томаса Валериановича Гомкрылидзе на цифру 4, где показывается, как деление на 4 сезона, то, что вошло в обиход, нам странно было бы делить на какое-то другое число сезонов, но похоже на то, что это членение на 4 сезона на самом деле появляется позже. И восстанавливается для праиндоевропейского обычно деление трехчастное, в которое входит, ну, скажем, хетское обозначение, где лето, осень, хетская цена или ценант, то, что пытаются до сих пор и в современных этимологических словарях связывать с русским осенью, есенью и так далее, но что не очень хорошо с точки зрения интерпретации. Но вот сам переход к четырехчленной или к трехчленной системе, как кажется, было бы правильно строить с учетом того, что мы обнаруживаем в поэме, которая приписывается к Каледасе, где мы имеем вот такое шестичленное деление года на сезоны. При этом поэма Каледасы не имеет ничего общего с сельскохозяйственными циклами, но находит автор этой поэмы приятное в супружеской жизни по каждому из сезонов. То есть, даже если это ужасно жаркое время, то все равно имеются прохладные ночи. И вот этот аспект, который может быть у Каледасы особенно ярко, он присутствует также и в других делениях на сезоны. В том числе имеется забавное соответствие между засвидетельствованным уже в Ригведе прав Риш и хетской основой Варса, которая обозначает начало сезона дождей в Ригведе, а в хетском не совсем понятно, но это в том числе эпитет верховного божества, который соблазнительно сопоставить с таким эпитетом, как Zeus ombrios, Zeus влажный тучегонитель, вот что-то в этом направлении. То есть не исключено, что пересмотр числа сезонов мог бы происходить с учетом в том числе древне индийской традиции. Ну вот собственно это все, что мне хотелось сказать. Спасибо. Большое спасибо. У нас есть две-три минуты на вопросы с этим мешали расстрелы. И затем есть замечание. Дело в том, что эта пахта обнаженным фактором имеет довольно четкий аналог, как это славянская преодопация. Сделается там пахта женщины и ночью, а не днем. Насколько я понимаю, здесь напрямую пашут не те, кому положено. Пашут не так, как положено, потому что кажется, сами себя запрягают по ходу дела. И пашут не в то время суток, когда положено. А, то есть это бывает не только ночью, да? Спасибо, потому что это у меня явно. Опахивание деревни от чумы возможно днем? Вот это я не знаю, но я хотела сказать, что действительно многота как средства увеличения благополучия совершенно не по грудной примеру, а леди Годзилу. В общем, это очевидно универсальная совершенно явно для плодородия, но в общем помогает. Ну, вообще свободная интересация конечно не требования большая, но я хотела сказать, что Цинцинат, который пахал комбитер, он же пахал поле, он же пахал нудус, но римляне никогда не пахали совсем молодыми, у них была повязка, и когда пришли послы римского народа, Цинцинат сказал, извините, я не могу с вами разговаривать, одел тогу при помощи жены. Так я хотела сказать, что все-таки это трудная очень работа пахать, человек просто в тоге или даже в тунике, ему же тяжело и неудобно пахать, по-моему, ну, насчет римлян, а насчет римлян, я не знаю. А раз последний вопрос. Я просто хотела к вашей пациентации трехчасных добавить свидетельствия, которые есть по сути трехчасные. Засуха, холоднение и спасение. Спасибо. Значит, ну, с Цинцинатом это, конечно, замечательно. То есть смысл такой, что ничто не должно отвлекать от пахоты и при этом нельзя закрываться от солнца. Ну, в общем, фактически получается так. И то же самое в греческой части получается. Теперь, что касается трехчастной системы, то как раз вот позавчера я говорил с Юрием Константиновичем Кузьменко нашим интересным германистом, который, услышав вот о том, чем я занимаюсь, сказал, вы знаете, очень часто приводят свидетельства Тацта о трехчленном делении у германцев, но на самом деле германским материалом подтверждается только двучленная да, 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 да. И вот здесь, когда речь идет о древних текстах, я боюсь, что нам предстоит еще проделать немалые усилия, особенно, когда речь идет о таких экзотических традициях, как египетское, где все кверх тормашками, ну, где видано, чтобы мать сыра земля была мужского пола, а небо, которому положено быть мужского пола, оказывалось бы женщиной. Ну, то есть, вот здесь совсем другая картина мира, но как будто бы вот по каким-то клочочкам мы можем что-то сложить и для реконструкции. Еще раз спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok